Ну и асфальт. А что касается асфальтного покрытия, там пошли сплошные трещины. По асфальтному покрытию, в таких зонах, как Соборная площадь, как место, где люди проводятся, я думаю, давно назрел вопрос о том, что там была как минимум трудовая плитка. А как максимум, что мне бы хотелось, что там была бы соответствующая гранитная плитка, которая будет служить очень-очень долго, которую возможно будет разбирать. В любой момент можно будет провести соответствующие обновления, если мы, например, увидели, что для того, чтобы подключить ту концепцию, которая просматривается, и которая охват расположение фотозон, домиков, катка, нам приходится полностью делать соответствующие траншеи, соответствующие прокладки кабелей, для того, чтобы можно было это запятать. Делается это на следующий день по существующей площади, и планируется, что это все останется для возможности потом подключения, потому что в каждую зеленую зону, в случае на следующий день, заводится следующий кабель, который можно будет потом подключить то или иное оборудование, в зависимости от праздника. Будут ли это майские праздники, будут ли это новогодние праздники, будут ли это Ивана Купала и что-то другое. То есть будет любой вариант, чтобы можно было с любой точки запятать сцену, запятать какой-то аттракцион, запятать какую-то возможность. Протягиваем мы дополнительное питание на Соборную площадь 560 килограмм. То есть этого будет достаточно для любого мероприятия, которое мы захотим там проводить, вплоть до, не знаю, какого-то крупного лунопарка или еще того, приезда медали.